Это очень большая работа, прежде всего, менеджеров команд, президентов команд. Это непростое, я сам знаю, потому что в одном из клубов я тоже участвовал, так сказать, в нахождении спонсоров. Это очень кропотливая работа, временами где-то надо посидеть в приемной часика полтора-два-три, чтобы только попасть на разговор. Тем не менее, когда приходят финансы, можно собрать команду, дальше уже дело тренера. И, может быть, на этом тоже развивается баскетбол, прежде всего, плюс разные, так называемые, промоции. Постоянно, например, какие-то, вот, например, у меня в Гдыне, постоянно мы каждую неделю ездили с командой девушек, с моей командой ездили в школы, проводили открытые уроки баскетбола. Тоже были фотосессии у девочек, то есть делали календари на стену и так далее, и так далее. Это все накручивает конъюнктуру, можно так сказать. Вот, и, ну, опять же, все зависит от людей, которые находятся в штабе, в штабе данной команды. Это очень многое зависит. Плюс, естественно, городские власти сейчас, я думаю, процентов 40 или 50, если идет речь о Польше, все-таки это городские власти, это бюджеты города, которые помогают команде. Но, опять же, вкладывая деньги в профессиональный спорт, тем самым поднимают спорт молодежный. Вот дети видят для них какие-то кумиры, да, вот из моего города играет девушка, вот, и я пойду потренируюсь и так далее, и так далее, и так далее. То есть девушки, молодежи очень много, очень много приходят, во-первых, на игры молодежи, во-вторых, сама молодежь занимается, старается заниматься баскетболом. Витископ. Спортивное видео.